Миссионерская деятельность Поместная церковь должна Снабдить членов церкви Всем необходимым образованием, подготовкой Для того, чтобы проповедовать Евангелие Господа Иисуса Христа В том контексте, в котором они живут То есть, как только мы с вами Говорим вслед за Ньюбеганом Что нам необходимо Конкретно, осмысленно Провозглашать Евангелие в нашем контексте И совершать дела справедливости В нашем контексте Возникает следующая потребность Следующий вопрос, а как мы будем готовить этих людей Как мы будем снабжать, подготавливать Обучать этих людей То есть, идея в том Что Обычно, да, вот как Раньше говорили просто Приходи, подключайся к тому Что мы здесь делаем и все Но, как только для нас Это становится намеренным действием Нам нужно не просто приглашать людей Нам нужно их еще и обучать Готовить И здесь планка ученичества Повышается очень-очень серьезно Мы начинаем с поклонения Триединному Господу На наших еженедельных богослужениях То есть, если вы миссионерская церковь Это не значит, что вы не будете Поклоняться Господу Это стало бы большой ошибкой Да, в любом случае Мы должны прежде всего Смотреть вверх в нашей жизни Ученичества В нашей жизни Поклонение Господу Проповедь Божьего Слова Чрезвычайно важна Слово Божие преображает Мировоззрение человека И меняет поведение человека Все это очень важно Но дальше Мы видим участие В группах последователей Христа Их можно назвать Ученическими сообществами Или сообществами миссионеров Которые вместе Занимаются духовной дисциплиной Которые вместе Устанавливают систему подотчетности И наставляют друг друга Но и дальше Направлять миссионеров Туда, куда направляет нас Иисус Там, где мы можем жить Как ученики Христа И вот тут На самом деле Уникальное качество Миссионерской ориентированной церкви Смотрите Вот это все понятно Это и так понятно А вот здесь Начинается такая Реструктуризация Для миссий Подготовка Организация Направления людей Даже на местные миссии Раньше В христианской Традиционной модели Было очень мало Акцента На среднем Среднестатистическом Члене церкви Но в миссионерской ориентированной церкви Здесь будет Очень и очень Серьезное внимание Я не буду сейчас Подробно об этом говорить Но вот это Я сейчас вам покажу Церкви Которые Или организации Которые были Предшественниками Миссионерской ориентированной церкви Может быть вы Знаете Какой-то этих организаций Вы вот В этом были В этом участвовали Если это так То да Запомните об этом Потому что Мы на самом деле Вот эту пара церковную Организацию Структуру Привносим обратно В церковь Вот такие категории Ну допустим Это студенческие служения Студенческие Христианские организации Вот эти категории И эти способы работы Появляются в жизни Миссионерской ориентированной церкви Еще одна важная вещь Это Иметь четкое представление О том Каков ученик Какой должен быть ученик Еще один аспект Это краткосрочные Миссионерские поездки Многие церкви Участвуют в краткосрочных поездках И говорят О здорово Как замечательно Мы вместе были в миссии Как команда В определенном контексте Несли Евангелие Христа Участвовали в исполнении Социальных нужд сообщества А потом мы вернулись обратно И все Больше Мы никуда не ездим И ничего больше не делаем Вот Часто получается именно это Мы организуемся Мы собираемся Мы куда-то едем Но в данном случае Это часть нашей идентичности Это часть нашей сущности Так что Да Были определенные вещи Которые Делали христиане И до нас В этом плане И Здесь нужно понимать Что Христианские церкви Только сейчас По-настоящему Осмысливают Что такое миссия И еще Последнее Миссионерские ориентированные церкви Участвуют В практической миссии Они смотрят Что делает Бог Они смотрят Что совершает Бог В нашем районе В нашем регионе В других регионах Мы понимаем В какой культуре мы живем И пытаемся Взаимодействовать С этой культурой Мы слушаем людей Мы включаемся В их жизнь Мы включаемся В их контекст И вот Работа Миссионера С людьми Как раз В этом и состоит Но Вся жизнь Наша Также подчинена Миссионерскому Служению Поскольку Люди Сегодня Не доверяют Церкви Мы сами Идем к людям Мы показываем Им Что такое Реальная христианская жизнь Это такой Германифтический ключ Вот Вот пример Церкви Церковь Которая находится На западе Лос-Анджелеса Церковь запада Лос-Анджелеса У них Постоянные Богослужения Регулярные Богослужения У них Также есть Назидания Наставления Есть Также Группы Ученичества Это Такие Небольшие Группы Иногда Их называют Миссионерски Ориентированными Группами Ньюбеген Кстати Говорил Что в большой Церкви Должны быть Такие Небольшие Сообщества Они занимаются Ученичеством Может быть Иногда Это и средние По размеру Группы Но Смысл в том Чтобы это были Группы В которых Люди Действительно Учились Чтобы быть Подобными Христу И дальше Миссионерские Районы Что такое Миссионерские Районы Это Те места Где люди Работают Живут Служат Отдыхают И человек Делает Свою Привычную Среду Своим Миссионерским Районом В традиционной Церкви Обычной Церкви Мы обычно Говорим Что должно Быть так А вот Не так Миссионерская Церковь Исходит С того Кто мы Она не Пытается Сначала Изменить Нас Вот Их Пример Их Диаграмма Смотрите Мы Постоянно Поклоняемся Регулярно Поклоняемся Дальше У нас Есть Общины Ученичества Для верующих Прежде всего Дальше Эти Общины Ученичества Находят Миссионерские Регионы Миссионерские Районы Те Где Их Члены Могут Сознательно Включать Других В Евангелие Это Может Быть В кафе Это Может Быть В баре Это Может Быть Общественной Прачечной Это Может Быть В парке В учебном Заведении То есть Там Куда Люди Приходят И Они Делают Это Не Поодиночке А Командами По Два Три Пять Человек Для того Чтобы Можно Было Поддерживать Между Собой Подотчетность Они Молятся И Они Включают В общение Тех Людей Которые Находятся В этом Контексте Которые Экклезиологии Или Миссионерской Ориентированной Экклезиологии То есть Вы собираетесь Для поклонения Есть Наставление Есть Назидание Есть Обучение Но Также Есть Структура Для Миссионерской Деятельности И Определение Причем Опять-таки Осознанное Намеренное Определение Конкретных Мест Где Вы Не Просто Живете Как Христианин Но Где Вы Работаете Вместе С Неделя Месяца В церкви Проходит Вечер Куда Приглашают Своих знакомых Своих друзей Там Есть Угощение Там Есть Общение Это На Таком Уровне Общины Ученичества То есть Верующие Говорят Так Устроим Вечеринку Пригласим Гостей Кого Пригласим Ну Тех Кого Встречаем В нашем Миссионерском Пространстве И Тут Мы Приглашаем И Знакомым С Например Евангелие От Марка Например На следующей неделе Мы вместе Читаем Евангелие От Марка Приходите Пожалуйста И Расскажите Что вы Думаете Третья Неделя Это Совместное Служение Может быть Миссионерское Служение Какая-то Миссия В районе В регионе Для того Чтобы И проявить Евангелие На практике И на практике Сделать Что-то Полезное И словом И делом Для Людей Ну Например Может быть Такой Весенний Субботник Да Вы участвуете Вместе В весеннем Субботнике В котором Участвуют И все остальные И при этом Вы взаимодействуете С людьми Ну Например Вы взаимодействуете С кем-то Из государственных Структур Служного управления Молодежных Организаций И так далее И Четвертая Неделя Ну Например Допустим Можно сделать Что-то еще Да Можно сделать То, что Было На третьей Неделе То есть Вот такой Пример Мы с вами Переходим Перешли От Миссионерско-ориентированного Богословия Понимание Миссионерского Контекста Современной жизни Вопроса О том Как творчески Подходить К участию В этом контексте О том Какие структуры Необходимы Для людей Для того Чтобы они Вовлеклись В участие В миссии И мы Завершили Нашу встречу Примером Церкви Которая Серьезно К этому Относится Большое дело Начинается С малого Пожертвования И пятью хлебами Можно накормить 5000 человек Поддержите Наш проект Молитвой И финансами Информацию О чем молиться И как пожертвовать Вы можете найти На сайте tvseminary.com Ищите нас В поисковых системах По запросу tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok